Сегодня 26 марта, зимняя пшеница, сорт Безосты 100. В таком состоянии она ушла в зиму, а зима, ну и выходит, почва пока еще мерзлая, есть ночные заморозки, то есть днем почва отходит где-то, оттаивает сантиметров до 4-5 метров. А ночью опять прихватывает. Вот в таком состоянии зимая пшеница ушла. В зиму фазы разные 2, 3, 1 листочек есть, местами кущения, пришественник здесь горох. Начинает обнажаться участок. Есть поля с другими сортами, которые практически полностью уже открыты. Но картина там, ну, похожая. Так, если предполагать, какая будет весна, то в целом она... Ну, не сказать, что если смотреть по прогнозам погоды на месяц, на 14 дней, конечно, это не точно. Но если предполагать, то в целом весна, ну, можно сказать, что такого среднего характера. Не сказать, что она поздняя, она может быть позже от прошлого года. Потому что в прошлом году мы уже в этот период вовсю сеяли, вовсю шла посевная кампания. Даже были промежутки ожидания посева культур. Потому что все равно, как бы, опасались, что будет возврат холодов. То есть это где-то 17 марта уже сеяли, а начали работать где-то 12-14 марта. Поэтому, если сравнивать прошлый год и этот, то весна, конечно, это чуть запаздывает. Запаздывает значительно. А если брать средние года, то в целом все вроде в пределах нормы. Это значит, что если с озимой все хорошо, по монолиту она вроде бы хорошо перезимовала. Правда, монолит отбирали еще в феврале. Непонятно, как. Понятно, что на зимы повлияли уже мартовские холода. Вот эти вот всякие катаклизмы. Но, ну как катаклизмы. Вот этот вот переход весны. То есть зимы, то есть зимы в весну. Да, то есть он не всегда такой простой, легкий. Плюс местами здесь все равно еще лед. Ну, я вижу, что вот этот ледяной настил, который закрывал озимы, он не сильно влиял на саму озимы. Потому что в целом здесь не та фаза, на которую можно влиять. Здесь озимы не такие сильные. Не такое интенсивное дыхание. То есть здесь было полное промерзание почвы, льда и так далее. Одно дело, когда все равно какая-то активность, она под снегом, под коркой, как бы присутствует. То здесь, конечно, озимы могут задохнуться. В этом случае корка не сильно влияет на озимую пшеницу. Если в целом весна нам придет, ну, как средний год, это 6-го, допустим, ну, с 1-го по 6-го, 6-й у нас будет уже такое тепло. Уже будет меньше заморозков ночных. Уже будет где-то 6-9 градусов тепла. То в целом это можно сказать, что весна средняя. И у озимой есть шанс быть сильной. Потому что обычно до мая идет плавное нарастание температуры. И у озимой пшеницы есть шанс развиваться. Как бы сказать, догнать все свои фазы, которые она может быть, даже не нагнать, а наверстать то, что озимая не успела осенью. То есть это и кущение, развитие корневой системы до уже активного такого тепла. И если еще, конечно, будет дождь в мае, будет вообще отлично. Ну, как правило, в нашем регионе, в Курской области, дожди выпадают. Климат достаточно благоприятный. Поэтому ожидания пока хорошие. Даже от озимой, вот именно вышедшей в такую фазу. Если не будет, конечно, осадков в летний период, весенний период, эти озимые будут очень слабые. Из опыта были такие года. Был такой год, 15-й год. Но там весна она была еще. Еще, можно сказать, позже она вроде бы и пришла рано. Потом вернулись холода. 29 марта выпал снег. И холода где-то, может быть, до 10 апреля держались. То есть был мороз. Морозный был и день, и ночь. И в тот год также не было осадков. То есть на многих полях. Последний был снег. 29 марта. А зимой, конечно, только на паровых участках давали урожайность близкую. Ну, то есть за 60. А все остальные участки, они очень сильно провалились. То есть урожайность была, можно сказать, в два раза ниже. То есть это были поля и 35, и 34, и 38. То есть такая уже история повторялась. Конечно, не хотелось бы, чтобы этот год повторился. Но все возможно. Так вроде бы по прогнозам этого повторения не должно быть. Вот такой вот небольшой обзор зимой пшеницы. Сорт Безостая 100. Вот в такой фазе она. Выходит здесь. Блосеял карапит. Норма высева где-то 4-4,5 миллиона. Предшественник Горух. Перед посевом 100 килограмм Диамофуски. Сев где-то начало сентября. Ну, во всяком случае, это первая декада сентября. Продолжение следует...